Всем привет! Меня зовут Иолина. Хочу вам показать свои заказики. Свалборис, Сазон. В общем, в основном это, наверное, все Сазон. Видите, пакет мне сегодня приехал. Буду показывать вам разные-разные всякие мелочи. И сама еще не помню, что я там заказывала. Так, сначала я заказала, это я свалбориса забрала, вот такой лак, гель-лак. Я его уже заказывала, сейчас он у меня на руках. Девчонки, потрясающий гель-лак. У меня он в шорцах, я показывала уже, посмотрите. Он, знаете, такой самый растекающийся. Короче, он самый классный из всех, что я заказывала. Поэтому я решила заказать еще один нют-5. Я его положу в свою сумочку дорожную, потому что у меня есть набор лаков домашний и есть такой дорожный. Я потому что сейчас забываю, но если где-то что-то случится, я всегда ремонтирую. Лак подходит и для ногтей на ногах, и на руках. То есть это база. Вот такой вот красавчик. И я выбрала тон пятый. Мне еще, по-моему, третий понравился, но я решила еще раз пятый взять. Видите, он у меня сейчас на руках, на ручках. Вот такой вот. У меня, кстати, еще топ тут. Видите, как он красит смотрится? Топ не сильно глянцевый, а такой классический на зоне. Я заказала, но я его сегодня еще, по-моему, не получила. Как-нибудь получу, покажу. Вот. Видите, а так вот я покрываю просто вот, знаете, когда первый раз, в два слоя, потом спиливаю. И вот в этот раз я покрыла просто в один слой, тоненько-тоненько. И сверху топом. То есть у меня маникюр занял меньше часа. Вот такая вот красотища. Мне очень нравится цвет. Такой нейтральный. Знаете, спокойный. Давайте так, ладно. Две руки покажу. Очень хороший. Случайно наткнулась к камуфирующей базе. Базу не наношу, только праймер. Значит, вот эту базу. И вот она такая прозрачненькая. Видите, вот такая немножечко розовенькая текстура. У него, знаете, такой средней консистенции. Не совсем жидкая, но и не густая. И поэтому легко наносится. Просто кисточка. Это очень удобно. Ну, вообще, особенно в дороге. Берешь с собой и наслаждаешься. Вот теперь у меня два таких лака. Показала вам так. Теперь все будет сазон. Хочу показать зеркало. Заказала зеркало в подарок. Приходит вот в таких коробках. Я уже показывала зеркало. Сейчас я вот это распакую, чтобы проверить, что оно в норме. И что мне не нужно его возвращать. А потом покажу свое зеркало. Это я подружке в подарок взяла. Я считаю, что очень отличный подарок. Цена тоже показывала уже, по-моему. Цена 2,5 тысячи. Примерно. Там, знаете, у них гуляет ценник от... Так видно, да, как он запакован. Видите, все в этом. От 2,300 до 2,700. Ну, знаете, всегда ловишь... Сейчас, кстати, распродажа будет до 11 числа. Так что надо ловить все вот это черное пятница. И все в таком духе. Значит, что мне нравится в этом зеркале? Оно раскладывается. Раскладывается. Видите, у него высота регулируется. Главное, посмотреть, чтобы все было в порядке и все в наличии. Площадка. Она на бархате. Видите, бархатная. Она не скользит. Вот сюда вкручивается. В принципе, все просто. Вкрутить. И... Так. Зарядник. И само зеркало. Видно, видно. Видите, вот в таких пленочках лежит. Все отлично. Вот это зеркало. Видите, оно вот такое красиво. Двустороннее. И что оно мне нравится? С одной стороны обычное. С другой стороны плюс 10. 10, девчонки. Не 5, не 8, 10. Знаете, видно каждую мелкую пору. Каждую точечку. Я вот, знаете, как прыщик какой-то маленький. Все. Я настолько наслаждаюсь этим зеркалом. Потрясающе. Их полно на озоне, на вайлбрисе. Как я подобрала. Так. Смотрите. Ну вот сейчас я его проверю. Включается. Обычный свет нейтральный, теплый и холодный. Видите? То есть три нажатия. Оно... Ну вот здесь вот оно заряжено. Но смотрите, чем отличается. Так, я в сторонку отложу. Буду показывать все. В принципе, все нормально. Да. Я смотрю, что оно все работает со всех сторон. Двустороннее. Теперь покажу свое зеркало. Вот это мое любимое. Я им пользуюсь. Довольно обожаю. Значит, смотрите. У него зарядка. Зарядка вот здесь вот сбоку. Видите? Просто Type-C. Обычный, современный. Это вот мой iPhone. Мой Samsung заряжается так же. То есть стандартная Type-C зарядка. И последние iPhone, они тоже Type-C. Подключили, зарядили. Работает не от батареек. Не надо покупать батарейки. Аккумулятор. То есть я зарядила раз в пятилетку. Могу даже пауэрбанк подключить. Или просто на зарядку поставить розетку. Мерозетка рядом там на столе. Зарядила и на месяц хватает. Ну, даже не на месяц. Ладно. Если я в течение каждого дня буду пользоваться и достаточно долго. Ну, недели две. Но мне вот... Я тогда месяц использовала. И потом вот у меня начало подсаживаться. Значит, смотрите. Вот здесь рамка. Она пластиковая. Вот это зеркало. Кнопочка. Вот видите? Нажимаешь. Потом теплее, холоднее и нейтральное. И выключается. То есть одним нажатием долгим ничего не включается. С одной стороны. С другой стороны. Видите? Тоже все горит. И у меня здесь на 10. Бывают такие на 7, на 8. Это на 10. Даже на 5 бывают. Но это только для молодых девчонок. У меня возраст зрения садится. У меня уже плюс один зрение. И поэтому я и так-то ничего не вижу, когда брови выщипываю. Плюс 10. Это прям вот то, что надо. И таким бонусом я, когда первый раз заказывала зеркало, ну, случайно, знаете, выбирала, наткнулась на то, что оно раскладное. То есть его можно еще и поднять на любую высоту, в зависимости от высоты вашего стола. Видите? Сейчас еще раз покажу. Так. Так, зарядка для вот этого Type-C. Можно, кстати, телефон заряжать. Еще дополнительные проводочки лишними не будут. Так. Вот это, видите? Вот она. Вот. И ее можно фиксировать на любую высоту. Вот эту штучку закручиваете и наслаждаетесь. Видите? Ну, вот до максимально вот такой. Сейчас покажу. Вот у меня вот так вот. Видите? Ну, то есть это прикольно. Поэтому я взяла... Вот это я брала за 2,300 с чем-то. Это я взяла уже за 2,500 с чем-то. Там 2,550. Того стоит, потому что не надо никаких проводов. Здесь ничего не скользит, не царапает. Стол. Вообще очень прикольное зеркало. Конечно, дорожное у меня есть, похоже, пластиковое. Девчонки, сейчас покажу. Может быть, найду дорожное. Потому что мне прямо это нравится. Но там дорожное без аккумулятора. А именно только вот я паер-банку подключаю и заряжаю. Ну, и включаю подсветку. Здесь прям, ну, вообще супер. Короче, считаю, хороший подарок. Просто чудесный. Вот подружки на день рождения. Потому что многие девочки о таких зеркалах еще не знают. У них сначала было обычное, вот такое, да, увеличивающее. Ну, вот без подсветки. А с подсветкой прям, да, все подсветил, все хорошо видно. Там все вот точечки, все недостатки. И щипаешь. И что-то вот я делаю. Реснички, завивку. Все вот через это зеркало. Какие-то мелочи. Где-то мне что-то надо. Где-то там прыщичек. Где-то вот какой-то волосинка какая-то, въевшаяся туда, да. Где-то тональный крем я могу. То есть я кручу его, крашу себя в обычную. Переворачиваю и делаю себе красоту. Смотрю, где-то у меня забился там пор. Я все это разглядываю. Волосинки седые. Разглядываю себя тоже в это зеркало. Это мое дорожное зеркало. Я его вот в таком мешке храню и в нем перевожу. Потому что можно разбить. Вот смотрите, оно вот такое компактное. Оно работает на батарейках. А почему я не хочу домашнее на батарейках? Слишком много батарейок придется переводить на аккумуляторе лучше. Тогда как дорожное, может быть, тоже не стоит. Я сюда батарейки на самом деле не ставлю никогда. Чтобы оно было легче. И оно вот смотрите, вот как блин раскладной. Вот это стоило, по-моему, 500 с чем-то. Вот тут можно класть украшение. И оно вот так вот ставится. Значит, можно его зарядить от пауэрбанка. Ну вот здесь вот. Но единственное, что тут нет тепсе. Видите, здесь просто вот такой провод. Приходится с проводом возить. Ну ладно. То есть дороги я обычно его беру. Я в него крашусь. Оно тоже двустороннее. Единственное, что вот так приходится поворачивать. И у него, по-моему, умножение на 5, что ли. Вот честно, не на 10-100%. Наверное, на 8, мне кажется. На 7 или на 8. Видите, вот. То есть его вот так вот. А, ну можно вот так вот его поставить. Но только далековато. Поэтому я вот так кручу так или так. Так, значит, вот сюда я складываю обычное украшение, когда я мочу где-нибудь в гостинице. Да, вот, сложила. Я, по крайней мере, не потеряю. У меня никуда не улетит. Потом я его складываю, собираю. Так, пардон. Вот так вот. Видите, ну места много занимает. Ну везде в дороге, куда-то я поехала в поездки. Вообще, это тоже такая незаменимая вещь. Достаточно легкая. Но, да, не компактная. Если у меня такое двустороннее зеркало компактное, тоже с увеличением, тогда я беру его, когда мне надо. Там, рюкзачок у меня маленький или чемоданчик маленький. Это тоже люблю. Но вот мне единственное, в этом зеркале не нравится. Надо вот так как-то его подбирать, потому что заваливается. И вот это вот тут уже увеличиваешь. И как-то вот надо подсесть. Потому что вот так, когда ставишь, оно не всегда держит. Оно бывает вот так начинает падать. То есть надо сюда чем-то, какой-то книжкой придавить. Или чем-нибудь, или косметичкой. Так, ну ладно. Значит, и вот горит оно только от пауэрбанка. Так. Или от розетки. Так как... Ну, бог ты мой, давай, поворачивайся. Можем, девочка, запуталась. Значит, здесь просто вот этот вот такой широкий разъем. То есть его можно в зарядку телефонную, да, воткнуть в розетку. Или, ну вот, в общем, вот так вожу. Так что вожу в таком мешке, чтобы у меня был непрозрачный. И вот такой вот, ну чтобы не... Ой, блин, я порвала. Надо другой переложить. Чтобы у меня не билось. Хотя, в принципе, здесь, ну вот здесь видите зеркало. Поэтому может где-то расколоться. Так. Ну, в общем, это для дороги. Это для дома. И вот такое зеркало мне прям безумно понравилось. Раньше зеркала такие все были на проводах. Да, вот это в розетку. И вот, ну, это надо розетку всегда иметь. Тут вообще ничего не надо. Так что, ну так, отложу аккуратненько. Потом я вам протереть, чтобы его подарить. Потому что, ну, я хотела проверить зеркало. Это нормально. Потому что что-нибудь не то, так подаришь, да, оно не работает. Поэтому. Так. Вот, видите, вот в такие вот коробочки. Все запаковывается так. Ладно, отложу. Теперь хочу разобрать мешок с вами. Такой вот. Вот такая вот переноска кошачья. У меня, я уже покупала две переноски. Я их оставила в Финляндии. И поэтому, когда мне нужно с котами куда-нибудь съездить. Мы тут планируем на выходные съездить, да, Миша, Митя? Вот, в гости. И брать котиков с собой. Поэтому у меня не хватает переноски. Ну, в общем. Есть пластиковые. Но у меня Миткус, например, вообще не любит пластиковую переноску. Он начинает тревожиться. Потому что в машине сильно вибрация от пластиковых. Миша тоже. Сейчас покажу, чем эти переноски хороши. Поэтому я снова заказала. Раньше они стоили 2,5 тысячи. Сейчас 1800. 1750. Они уже идут сейчас по вот этим. Извините. Акциям вот этим. Которые. Ноябрьские. Извиняюсь, у меня мешок с барахлом. Не обращайте внимания. Так, смотрите. Ее удобно. Вот куда-то взял, повез. Она, конечно, нелегкая. Она жестенькая. У него днище вот такие вот штучки. Но ее можно вот так складывать и в чемодан. Еще вот эти вот, как это, световые. Короче, понимаете, да? И вот так вот она складывается. Вот, кстати, до этого я покупала. Почему я все-таки решила еще купить переноски? Потому что они на клеенке. Предыдущая переноска у меня тканевая была. Вот точно такая же. Только тканевая. И она промокала. Миткусом, если она была, или боя, или что-нибудь. В общем, все протекало. В этой протекать не будет. Ну, тут мех. Но я кладу перенку, но она внизу вся вот клеенчатая. Вот здесь вот. Тут все на клеенке. То есть она такая плотнее. Потяжелее, но плотнее. И заказывала я вот одну случайно заказала такую вот хорошую. И решила снова у этого продавца заказать. Почему у него другого? Потому что вдруг придет опять тонкая тканевая, да? А не вот такая вот крепенькая. Так, сейчас я тут буду с вами смотреть. Как тут ее собрать? Здесь сбоку молния. То есть она вообще такая вся сборно-разборная. А здесь еще вот здесь есть. Тоже такой лаз котячий. Видите? Вот так вот. Прекрасно. Потом у нее сверху тоже открывается. Обычно котов я засаживаю сверху. С верхней части. Не знаю, давайте буду ускоряться. Потому что мало кому это интересно. Здесь такая штучка есть для того, чтобы прицеплять. Кстати, подойдет для маленьких собачек. И самая фишечка не в этом. А она, вот, кстати, карман есть. Сюда можно миску для корма положить. Какой-нибудь поводок, ошейник и все остальное. Значит, с другой стороны у нее есть вот такой карман для насадить на чемодан. И она как раз четко встает на чемодан. Но эти удобные надо в руках нести. В чемодане. И животное при этом со всех сторон, во все стороны смотрит. Только вот здесь сбоку нету. Почему? Потому что, видите, она раскладывается. Вот так вот. Вот видите? Просто я полностью довольна тем, что они вот так вот раскладываются. Вот эти вот. Здесь такая меховушечка, которая также раскладывается. И животное может так вот так, да, видите? Лежать, смотреть. У меня коты очень любят в машине лежать, разваливаться. И с другой стороны то же самое. Мы, кстати, в самолете летели с парнями. Мы вот так их разложили внизу. У нас котов можно только под сиденьем. Мы их вот так вот разложили. Сначала вот так вот, да, вот половинку. Но они уже хотя бы растянулись. Потому что в жесткой переноске кот никак растянуться не может. Ну и в самолете, в салоне нельзя жесткую переноску. Можно вот такую вот. Поэтому, видите, и вот так вот, котенки вот так вот. Когда мы ожидали самолет, мы разложили. То есть кот, конечно, ему не стать полный рост, но он может спокойно ползать. Как и песик, да, вот. Ползать там, видите, но все равно у него хоть какое-то движение. Может лечь, растянуться. Он как-то может двигаться в этой переноске. Она достаточно легкая, удобная. Потом ты ее зафиксировал, поставил на чемодан и пошел. Значит, что еще плюсы? У нее вот эта короткая ручка на липучке. Вот так вот. Видите? Вот. Все. Она фиксируется, дно жесткое, держит. Там меховушка. Я на меховушку кладу еще пеленку одноразовую детскую. Да, вот эту куда, если буэ или что-то. Потом пеленку поменяла. Запасные пеленки у меня всегда здесь и в рюкзаке с собой. В общем-то, очень удобно. Есть еще длинная ручка. Видите, она отдельно тоже вот с такой защитой для плеча. Так что обалденная переноска. Видите, светоотражающие полосы. Вспомнила слово, да? Вот здесь вот светоотражающие все. Вот эти рамки. В общем, короче, мне понравилось очень. Поэтому решила еще взять. Раз котиками мы съездим. Так, ладно. Потом заказала шорты Зарина. Я вообще люблю фирму Зарина. Они сейчас в отношении цена-качество идеальны. Вот на мне свитер. Это свитер Зарина тоже. Девчонки уже, кто кому я показывала, артикулы я показывала уже в роликах. Посмотрите мои ролики. Обычные я там покупки. Зарина пишу обязательно название. Артикул всегда показываю. Говорю, какого размера. Я уже не помню, да? Как ни артикул, ничего. Я не на маркетплейсах купила в магазине. Но девчонки сразу ищут на маркетплейсах и заказывают. Я вот тоже на маркетплейсе взяла шорты. Почему взяла сейчас? Потому что дешево стоят. В следующем сезоне они будут стоить дороже. Сейчас это распродажи начинаются. Да, вот эти вот. И я взяла за 1200. Померить себе джинсовые шортики. Зарина взяла двух размеров. 44 и 42. Потому что они вот такие вот. Они могут быть в большей мерке. Я помните, покупала шорты. Сначала брала 44. Оказалось, что у меня 42 даже у Зарины. Пришлось менять. И вот шорты, кстати, вот так вот раскладываются. Так, видно, нет? Вот видите, штанина вот так разбирается. Становится более длинной. Но такие мягкие шорты, не знаю, надо померить. В общем, вот так вот. Так что померю. Покажу вам в конце ролика. Давайте сейчас останавливаться на них не буду. Если что, если только шорты понравились, перематывайте. Так, артикул покажу. Жмем на паузу, если что. Я ссылочку постараюсь оставить. Это я заказывала на Озоне, естественно. Так что померяем, посмотрим. Пока отложу. О, заказала я такие сабу. Тоже сейчас скидки. Все, что осталось, стоит 400 с копейками. Раньше, что ли, 700 с лишним. Знаете, я люблю брать все в несезоне. Потому что берешь в несезоне, потом дешево. Вот, я взяла 37 размер по маркировке. Беленькие, вот такие с дырочками. Отзывов было хороших много. Так что в конце ролика мы тоже посмотрим. Это не Best, они чуть пожестче. Они, вы знаете, вот так их уже не скрутишь. Они какие-то такие, ну пожестче. Не Best, Эва, Эко, да, вот эти Best, которые у меня есть. Такие хорошенькие. Я брала вот это для двора. Так. Косо какой-то. Колесник, колесник. Так, сейчас я вот так примерю. У меня 36, я взяла 37. Боже мой, нет, слушайте, девчонки, они как 38. Тут такой запас еще, ого-го. А да, по-моему, там писали, что если 36, то на 37. По-моему, так, что-то такое. То есть, ну они такие прям большие, да. Ну вот для двора ходить, знаете, теплый носок и почапал. Нормально. Может, можно ее взять на размер поменьше. Но я подумаю, может, я еще поменяю, потому что. Вот они, видите, такие. Сюда джибицы не влезут, они прямоугольные. Ну, так, взяла дешевые. Эти, галоши, потому что они дешевые. 420, 430. Так. Сейчас посмотрим, что же я еще там не заказывала. Как интересно, как интересно. Спасибо за покупку. Что же это такое там? А, слушайте, заказывала котам антибиотики. Миша у нас недавно болел. Вот, да. И антибиотики, которые у меня были, я ему скормила. Поэтому я про запас беру антибиотики. Сейчас вот эти Синулокс, это амоксицелин ветеринарный для кошек. Он поставляется, так как он китайский идет, он всегда без коробки, просто с аннотацией, ну, с инструкцией. Ну, там они сразу пишут. Так что ждала долго. Не быстро, поэтому про запас всегда держу лекарства. Держу всегда капли глазные, потому что это первые травматичные. Естественно, у меня антибиотики, кремушки всякие, спреи, значит, абсорбенты от поноса таблетки. Не таблетки, а порошочки. И, значит, от запора Миши тоже. У Миши запоры бывают. И антибиотики. А еще антибиотики противовоспалительные тоже. Для животных, чтобы вот где-то там коту плохо стало, да, ему обезболивающий антибиотик, по крайней мере, быстро могла все дать. Но тоже только по назначению врача. Просто вот к врачу пришли, она уколола, сказала, завтра давайте антибиотики. Куда я там поеду? В город? Далеко. Так у меня в холодильничке лежит. Потому что всегда мне кто-нибудь и соседи. Ой, у меня котик заболел, у тебя же таблетки есть. Я говорю, есть, на, дай, да, как бы врач выписал. Я даю, потом мне возвращают. Ну, или просто мне денежку дают, а я покупаю уже. Так, потом я взяла удлинители бюстгальтером, девочки. Вот, кстати, на мне бюстгальтер я показывала в предыдущем ролике. Вот такой мягкий, эластичный. Мы в телеграм-канале моем. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка в описании. Мы там обсудили уже. Бюстгальтер, оказывается, хорошо носится. Единственное, что спасибо, девочки, мне подсказали, надо чашечки вынимать. Вот эти вот, для того, чтобы постирать. Иначе они могут вот так вот винтом пойти. Вот, поэтому спасибо большое. Я хожу, я прям довольна. Вот эти мягкие бюстгальтеры мне очень нравятся. Такие эластичные. Ну, вы знаете, да, я вообще такой любитель. Иногда все равно как-то мне кажется туговато. А уже, например, там... Ну, беру я всегда размер так поплотнее. Люблю плотненько. Но если они не растягиваются, то, в общем, пользуюсь такими вот такими вот удлинителями. Ну, еще плюс то, что я поправилась. У меня бюстгальтеры, которые у меня были уже малые. Короче, я всегда их теряю еще. Потому что я их прицепляю к бюстгальтерам. Потом стираю. Это, знаете, как носки. Вот один носок есть, второго нет. Куда деваются, не знаю. Как будто машинка их жует. Не понимаю. Но когда машинку разбираешь, там вроде ничего нет. В общем, куда-то они у меня деваются. Либо я их выбрасываю. Не знаю. Поэтому я взяла еще вот такие удлинители бюстгальтера. Я уже показывала, как они цепляются к бюстгальтеру. Ну, сейчас вот так вам покажу. Здесь в комплекте три штуки. Белый, черный, бежевый. На фоне бежевого. Вот здесь крючки. Два крючка. Цепляем к бюстгальтеру. И получается здесь у нас петли, да, и резиночка. Вот у нас удлинитель. Наслаждаемся. Вообще классная вещь. Так что есть еще, кстати, без резиночки. Вот такие плотненькие. Продаются там буквально на 5 сантиметров увеличивают. Я люблю с резинкой. Ну, и такие. Просто такие у меня еще коротенькие есть. Я точно нашла. А вот такие длинные у меня вот почему-то теряются очень быстро. Вот это уже третий раз я заказываю. Потому что первый я все посеяла. Второй у меня там только черный лежит. Белого бежева нет. Там надо опять взять комплектом. Так, девочки, потрясающий. Пенка. Пенка для волос. Короче, я ее заказывала сестре. Сестра у меня заказала на рандеву. Вот эту пенку просто волшебную. В итоге я тут делала заказ на рандеву, и я забыла ее заказать. Представляете? Она только объем дает волосам. Ну, я полезла на зоне, нашла на зоне. На зоне стоит дороже. Даже учитывая то, что сейчас вот эти скидки, короче, она подороже стоит. На рандеву она стоит дешевле. Но перехватить я всегда как бы что-то такое мелкое я беру на маркетплейсах. Но если я набираю целый заказ, то почему-то все равно как бы что-то подешевле, что-то подороже выгоднее получается заказать на рандеву. Я не знаю почему, но вот такая арифметика. Знаете, вот как ни считаю, вот если я все это закажу, нет, вот, ну, какие-то товары подороже, да, стоят на рандеву. Но я добираю, чтобы бесплатная доставка была. А какие-то прям значительно дешевле. Так вот, эта пенка была дешевле на рандеву, ну, блин. Короче, я просто ее себе тоже заказала, взяла на зоне. Вот, ну, хорошо запакованная пришла. Вот это Extra Body Stalink Moss пятерочка. Очень хорошая пенка, 700 с лишним рублей. Что-то она не дешевая, да. Ну, в общем, на зоне она подороже. Наверное, вы дешевле, если чего-нибудь будете заказывать, то пеночку можете себе туда положить. Буду с ней снимать ролики. Это, ну, какая-то прилизанная колхозница. Надо мне, вот, я тогда попробовала пенку, я вообще в восторге осталась. Ну, мне же нужно было ее белке отдать. Это же она покупала пенку себе. Так, теперь ограничители на дверь. А, нет, вот смотрите, для лака. Вот такие штуки с топором. Сейчас вам покажу. Это, знаете, у нас бывает сейчас ветра, начинает колыхаться, когда там дверь откроешь основную, и все остальные, буф, сквозняки бьются. Вот такие вот штучки крепите на дверь. Здесь с одной стороны колечко побольше, с другой поменьше. Вставляешь, и все. И вот оно не бьется. Есть еще такие поменьше, чуть-чуть продаются там всякие разные. Я называю ограничители на дверь, гуглите там на Озоне, смотрите и смотрите. Ну, в общем, просто у нас вот такие уже есть, мне не нравятся. Они сильно выступают, то есть дверь сильно как бы с ударом, она не бьется. То есть вот, ну, мне нравятся эти резиночки. Так что я три штучки взяла, потому что мне нужно было одно, но они продаются по три. Ладно, будет про запас. Так, потом. Да, вот это вот с Озона все-таки пришел мне. А, я что-то еще заказала. Два лака. Один я, по-моему, лак заказала. Это топ, топ. А, слушайте, базу я взяла. Вот такой вот. Это на Озоне уже классненький, тоже 205, по-моему, рублей. Она должна быть молочная, да. Я заказала, смотрите, вот такую молочную базу. Ничего сказать не могу, она достаточно густая. Даже интересно, как она будет лежать. Я просто увидела и решила ее заказать. Так, ну что, фокус. Алло, ну что-то в последнее время телефон не хочет никак на чем фокусироваться. Ленивый стал. Вот видите, вот такой у меня был топ. И вот сейчас я просто искала топ, просто у меня уже подсох. Знаете, я бывает вообще, вот когда делаю маникюр, у меня есть проблема. Я ставлю рядом с лампой лаки. И когда лампа включается, она, естественно, светит. И свет от, ну как это, затвердевают мои гель-лаки. Я такая безалаверная в этом отношении. Надо все это прятать, убирать. А я это не делаю. Так, и поэтому вот топ у меня тоже. Вот этот топ, он классический. Он классный. Он просто, видите, не такой глянцевый блеск. Поле такой натуральный блеск. И он такой жиденький, знаете, сверху покрываешь одним слоем. И все. Мне он очень понравился. Быстро сохнет. Я заказала еще один, потому что у меня тут почти кончился. Вот такой вот я заказывала как-то на зоне. Хорошо нашла. Я смотрю в своих покупках, такая, что именно я заказывала. Хотя в этой фирме, эта фирма Люминер. Нет, Люналин. Ну, будем, да, читать. Люналайн как бы. Люналины. Короче, в этой фирме очень много лаков. Я посмотрела всякие блестящие, такие, такие, такие. Я еще блестящие там заказала лак. С блестками. Но он пока не пришел. Так. И теперь вкуснятинка. Какую я взяла. Какую я вкуснятину взяла. Еще. Я люблю всегда на зоне заказывать лухофрукты. Потому что они вкусные и потрясающие. Заказала я опять манго. Манго беру постоянно. Съедаю. Мне безумно нравится. Эти две упаковки килограмм. И стоят что-то около 600 с копейками. Так. Вот они еще в банках продаются. Ну, у меня баночка была. Я просто отсюда прикладываю банку. И вот прям, короче, наслаждаюсь. Ну, заканчивается, ну, не так быстро. Но периодически заказываю. Вместо конфет. Вместо чего-то. Вместо шоколадки. Когда хочется попить чай с чем-то сладеньким. Манго. Так еще папайя есть. Киви. Да чего только нету. Я просто люблю очень манго. Сладенько вкусное. Обалденное. Такими плоскими вот такими дольками. Взял кусочек чай, попил. Насладился. Тебе хорошо. Ну, и вроде не так вредно. И оно без сахара. Хотя оно такое сахарное, сладкое само по себе. Это фруктоза, видимо, натуральная. Так, все. Теперь на сегодня все. Я сейчас буду показывать вам шорты, которые я померяю. Ну, и посмотрим, обсудим. Шорты оказались совсем не маломерки. Так что в 42-й я не влезу. Это 44-й. Вот так вот смотрятся. Довольно симпатичные, но короткие. На самом деле. Я ожидала, что они изначально будут чуть подлиннее. И теперь я хочу вам показать и сама посмотреть, как они будут смотреться вот такими. Потому что некоторые вот так их... Давайте вот так подойду и посмотрим. Нападение здесь запаковано. Все растягиваются. Поэтому надо смотреть, чтобы плотненько они сидели изначально на животе. И тогда потом... Потому что все растягивается. Ну, кстати, вот может ничего. Может, я их оставлю себе. Во дворе ходить, потому что вот такая длина. Очень даже неплохо. Я подумала. Сзади. Ну, 42-й я уже не влезу. Потому что я вытасываю. Зашла с трудом. Поэтому они, да, небольшимерки. Потому что обычные шорты у них часто бывают большимерки. Все 44-й мне маленькие. Ой, большие точнее. Вот. Так выглядит. Не знаю, как симпатичные девчонки или нет. Напишите мне, пожалуйста, за Рина. Сейчас попробуем один отгиб сделать. И посмотреть. Вот так вот. Тоже длина хорошая. Где я там? Нормально я загнула-то сзади? Или нет? Ну, вот так вот. Как-то вот чуть-чуть, да, вот их подлиннее. Потому что вот здесь уже ляхи дряблые. Ну, как-то не так. Так, значит, с галошами. С галошами все хорошо. Но ощущение, что это какой-то 38-й размер. Наверное, я их поменяю на размер поменьше. Слишком они свободные, слишком большие. Мне как-то не так комфортно, потому что они еще широкие. Видите? Вот это поворот, да, оказалось. Сабу, да, вот такие вот. Хотя они очень-очень прикольные. Вообще, у них есть там 36-й или нет? Посмотрите. Сейчас, смотрите, на озоне. На Валберсе как раз остатки они распродают. Потому что часто маленького размера не остаются. Они остаются большие. Да, и вот, наверное, мне надо взять на размер поменьше. Потому что такие тапки, видите, прямо на пляж ходить, во дворе ходить. В общем-то, чистое здоровье. И дорогие, приятные тапочки. Вот такие мягенькие, комфортные. Пока оставлю все ссылочки в описании под видео. Если не оставлю, напишите мне тогда, оставлю. Могу просто забыть оставить все подряд. Я же такая, клюшка, все забываю. Все. Люблю, целую. Отличных вам покупок. Прекрасного настроения. Здоровья. Всего самого лучшего. Пока-пока.